Какие скидки и бонусы обещают татарстанцам за отдых в пределах республики? Как чувствует себя потребительский рынок Татарстана после карантина, но на фоне продолжающегося коронакризиса? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горенова. Здравствуйте! Татарстанцы могут вернуть часть уклаченных средств за отдых на территории своей же республики. Новая федеральная программа кэшбэка распространяется не только на готовые туры, но и отдельно на гостиницы и даже санатории, прошедшие классификацию. Программа должна заработать ориентировочно с 15 августа. Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали жителям Татарстана в этом году ограничиться отдыхом в пределах страны, а лучше республики. Здесь никаких территориальных ограничений нет. Татарстанец может отдохнуть либо в татарстанской гостинице, либо в татарстанском санатории. Главное, чтобы он был еще раз, надо отметить, классифицирован, без проблем. Чтобы получить кэшбэк от 5 до 15 тысяч рублей, нужно выполнить ряд условий. Стоимость тура должна быть более 25 тысяч, его продолжительность не менее 5 дней. Путевка должна быть оплачена онлайн, карты МИР. Считаю, что программа туристического кэшбэка позволит туристам получить приятную выгоду, но при этом особо не увеличит интерес к внутреннему туризму, потому что туристы выбирают направление не от наличия кэшбэка, а исходя из интересов. Жаль, но эта программа разрушает рынок туристических агентств, работающих именно на внутреннем туризме. Все плюсы покупки в турагентстве фактически нивелируются размером кэшбэка. Помимо федерального кэшбэка, татарстанцы могут рассчитывать на местные скидки за проживание в отеле по программе 2 плюс 1. То есть при покупке двух ночей в гостинице третий идет подарок. По подсчетам экспертов, данная программа даже выгоднее, чем кэшбэк. Если мы проанализируем ценовую политику, например, здесь кэшбэк 25 и 5000, это 20%, то туристы, приезжающие в Казань, в Татарстан, по нашей программе 2 плюс 1 получают скидку 33%. Фактически каждая третья ночь получается бесплатно. И если туристы приезжают к нам минимум на пять ночей, соответственно, он может жить здесь шесть ночей, и из них заплатив только за четыре. Напомним, что в Татарстане продолжает действовать льготная тур-программа «Тысяча и одно удовольствие за выходные». Она предлагает провести уикенд в районах республики всего за 2200 рублей. В сумму входят проживание, питание и экскурсии. С начала лета программой воспользовались чуть более 200 жителей республики. Потребительский рынок в Татарстане начал расти после окончания режима самоизоляции, но еще не вернулся на докризисный уровень. В июне оборот розничной торговли составил 68 миллиардов 200 миллионов рублей. Это на 11,5% больше, чем в мае, но на 14% меньше по сравнению с логичным периодом прошлого года. При этом, если сравнивать с другими месяцами пандемии, в июне жители стали еще больше экономить на продуктах. Эксперты ожидают медийного восстановления потребительского рынка. Это связано с падением реальных доходов граждан и ростом числа безработных в республике. Только после того, как все, кто работал и получал доходы, будут получать доходы, так же, как это было, допустим, на начало этого года, только после этого мы можем ожидать полного восстановления потребительской активности, потребительского спроса. Как будет развиваться эпидемия, так и будет развиваться потребительский спрос. Если доходы не восстановятся до конца года, значит, соответственно, и потребительский спрос тоже не восстановится, потому что иных источников повышения потребительского спроса, кроме текущих доходов, на данный момент нет. Вряд ли мы можем ожидать бума кредитования потребительского. 6 миллиардов рублей направят в этом году на развитие спортивной инфраструктуры в Татарстане. Несмотря на коронакризис, деньги будут выделены с учетом всех строительных работ в рамках федерального проекта, а также программ строительства и капремонта в республике. Все программы должны быть доведены до логического завершения. Это были новости экономики. До встречи.